МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «В порядке» в студии Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Преступление прошлых лет раскрыто. Виновные в убийстве шести человек в 2005 году в Артеме установлены. Трех руководителей компаний по строительству обвиняют в предоставлении заведомо ложных сведений в налоговой декларации. И в какой школе Владивостока появится кадетский класс Следственного комитета России? Следствием и судом установлено, что 30 июля 2005 года фигурант и его сожительница приобрели спиртные напитки и зашли во двор многоквартирного дома по улице Лесково в городе Артеме, где стали распивать спиртное со своими знакомыми. Во время застолья одна из присутствующих женщин стала проявлять внимание к подсудимому, чем вызвало чувство ревности у его сожительницы. Возник конфликт, во время которого фигурантка стала избивать соперницу и наносить ей удары железным прутом и ножом. Чтобы скрыть следы преступления, фигуранты решили убить всех жителей многоквартирного дома. Они совершили убийство еще пяти человек, в том числе двух спящих детей. После совершения убийства шести человек фигуранты скрылись с места. Расследуя преступления прошлых лет, следователи стали отрабатывать различные версии. Так получена информация о том, что лица из числа подозреваемых в 2005 году были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Женщина на момент отработки следственной версии отбывала наказание в местах лишения свободы. А ее бывший сожитель в 2019 году освободился из мест лишения свободы по отбытию наказания. В ходе допроса фигурантка призналась в убийстве. Мужчина также не стал скрывать правду. Суд назначил мужчине наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Женщине 19 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Следственными органами Следственного комитета совершено расследование уголовного дела в отношении трех руководителей коммерческого предприятия. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199. По версии следствия, в период с сентября 2017 года по январь 2019 года директор коммерческой организации группой лиц по предварительному сговору с двумя руководителями того же предприятия не уплатил в установленный срок налог на добавленную стоимость в размере свыше 27 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, здесь чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Руководитель Следственного управления Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Владимирович Фомин и директор среднеобразовательной школы номер 17 города Владивостока заключили соглашение о введении кадетского класса Следственного комитета России в школе номер 17. Соглашение было заключено на торжественном мероприятии, посвященном столетнему юбилею школы. Также руководителям Следственного управления отмечена важная роль профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации и подготовки квалифицированных кадров для дальнейшего прохождения службы в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok